Субтитры создавал DimaTorzok Всем нам, НАТО, в хату. И Беларуси тоже не помешает. А все остальное – это так. Влажные и прохладные мечты России. Сегодня меня очень расстроила трансляция из Лужников. В каком смысле расстроила? Не в том, что я узнала что-то новое. Нет. Не в том, что показывали одухотворенные лица с флажками убийц. Не шестиминутная уебищная речь Путина. Терпите те, кому так не нравится, что я ругаюсь матом. Или отписывайтесь. Извините. Сегодня по-другому это не назовешь. Сегодня здесь, в Украине, происходит то, что поддерживается миллионами долбоебов. И если бы они, эти люди, зомбаки, не видящие ничего, кроме чарки, шкварки, экрана телевизора, не поддерживали то говно, которое творит Кремль, и ничего бы этого не было. Мы можем очень долго и много рассуждать о заложниках. Мы можем очень долго и много рассуждать, что кто-то поперся в лужники слушать эту ересь, потому что ему там зачет поставили. Да, видели, сколько молодежи? Школьников согнали. Но я в этом смысле хочу напомнить вам примеры Беларуси. В хорошем смысле этих самых примеров. Помните, как белорусов, белорусская моя аудитория точно помнит, а российская и украинская, я надеюсь, поверят на слово, как белорусов сгоняли на парад 9 мая 2020 года. Нас скребли по сусекам 11, по предварительным данным, около 10-11 тысяч человек. Напомню, как сгоняли наебатькинги, когда это было, не знаю, 5-6-тысячное автобусами, свезенное со всех регионов, непонятное сборище вурдалаков. И напомню, как не состоялся масштабный ебатькинг. Прямо перед или после выбором. Я сейчас уже, знаете, плоховато помню, когда там что пытались сделать. Не собрали, отменили. Более того, даже написали, что, извините, это создаст в столице транспортный коллапс, и столько автобусов привезти невозможно. Ну, людей таким количеством автобусов, потому что их некуда ставить. То есть понимаешь, что сам никто не поедет. Я не знаю, какой коллапс сегодня был в Москве, а еще же приурочено, да. Аннексия Крыма, 18-е. Совершенно случайно ткнула в выступление в Лужниках Путина 4 года назад, когда на фоне его стояли всякие Газмановы, Долины, Зары. Вся эта культурно-певческая элитка России, к части из которых мы с вами относились очень даже хорошо. Но в этот раз не удалось поставить фоном культурно-песенную элитку. И то хорошо. Хоть, как говорится, мелочи приятны. А может, просто сложновато это все было. Я вообще удивилась. Ну, нет, я понимаю, как готовятся такие мероприятия. Я понимаю, какие были досмотры. И там, как говорится, муха не пролетит. Это понятно. Жаль, что не нашлось ни одного смелого снайпера. Прям очень жаль. Хотя, опять же, убийство Путина, так же, как я в свое время говорила, убийство Лукашенко глобально ничего не изменит. Не изменит в том смысле, что та построенная ими система, на которой, собственно, и держится их упортая власть, она, конечно, будет пытаться сохраниться всеми возможными и невозможными способами. И в этом смысле, мои дорогие белорусы, я вам хочу напомнить запрос на сильного лидера. Вот они, ваши сильные лидеры. Не обижайтесь. Я про тех, которые это не перестают повторять, что без лидера мы ничего не можем. Вот он. И, кстати, его и 4 года назад, и сегодня. Сильный лидер – это основной паттерн, который съедается большинством населения, в данном случае, России. Сейчас, секундочку. Я тут, знаете, как параллельно и работаю, и с вами разговариваю, и отвечаю. Ну, тут много всякого происходит одновременно. Это же не повод не выходить в эфир и не рассказывать, что тут и как. Тем более, что сегодня у нас тут Кирилл попал под раздачу. Да, я периодически говорю, что белорусский паспорт сегодня в Украине – переговор благодаря усатому. Ну, ничего, ничего. Это все, я очень надеюсь, явление временное. Белорусы себя еще покажут. Тем более, что белорусы сегодня воюют плечом к плечу с украинцами. Как минимум, в батальоне Калиновского, в подразделении «Черный кот». Поэтому мы тут справимся. Вопрос в том, что Кирилла сегодня приняли за диверсанта. Да. Но при всем при том, понятно, что все закончилось хорошо. При всем при том, в этом есть и плохая новость, и хорошая одновременно. Плохая в том, что, конечно, белорусский паспорт сегодня в Киеве – это такая себе история. Но хорошее в том, что обычные украинцы, никакая не Насгвардия, никакая не территориальная оборона, они проявили бдительность, ну, конечно, с другой стороны, излишнюю агрессию, ну, потому что тут уже все нервные, это тоже надо понимать. Киев к Киеву тоже прилетает, не говоря уже о том, сколько тут всего в Украине разрушено, и сколько беженцев, сколько людей уже осталось без домов и вообще средств к существованию. Ну, это просто нужно понимать. Так вот. Все закончилось хорошо, но украинцы сами здесь в каждом доме и в каждой форточке, как я уже говорила, проявляют бдительность и помогают территориальной обороне. Вообще, вы знаете, война – это то состояние любого из тех, кто попадает в этот замес, просто разной степени естественной ответственности и напряжения. От военных, которые стреляют, генералов, которые отдают указания, президент, который тут тоже отказывался и отказывался, первый день отказался от эвакуации и остался в Киеве. На тот момент вообще непонятно было, как оно все будет. И самый обычный украинец, горожанин, который читает новости, который пытается что-то делать. Кто-то берет в руки оружие и идет в терраборону, кто-то идет на фронт, кто-то становится волонтером, а кто-то просто, сидя дома, проявляет бдительность и готовится отбиваться. И в этом смысле возможны и ошибки, и такие очень сложные обиды, эмоции, которые нужно уметь в данном случае, особенно будучи в Киеве, в себе сдерживать. Потому что я до сих пор не могу очень многое принять, то, что происходит сегодня на моей родине. Но радует одно, я уже говорила это в прошлом стриме, и повторюсь, такого количества орков на квадратный метр, как в России, похоже, в Беларуси нет. И я очень надеюсь, что не появится, потому что прилетают тревожные известия о том, что все-таки белорусов пытаются как-то мобилизовать и отправить сюда, в Украину, в качестве замены пушечного мяса тем, кто уже здесь остался. говорю сразу, зная подготовку нашей армии. Прощайтесь со своими родными навсегда. Хлопцы, вы не пройдете дальше, чем, я не знаю, пара метров. вообще ситуация сегодня, не смотрите, что у меня какое-то такое грустное, не сильно боевое настроение. Знаете, это тоже есть момент, который вы должны понимать. я стараюсь сделать все, что я могу здесь, чтобы быть полезной. Не все могу, опять же, благодаря тому, что у меня белорусский паспорт, который меня во многих вещах ограничивает. Но это не повод на кого-то обижаться и уезжать. Тем более, что все-таки пользы от меня больше, каких-то движений, которые ни к чему не приводят. Давайте мы разберемся по событиям последних двух дней, потому что это тоже важно понимать для всех, для нас. Война войной, а мы должны продолжать сражаться раз, жить два и думать о будущем три. Итак, все же хотят знать надолго, ненадолго, да что там еще, да сколько же это может продолжаться, кто-то хочет помогать как уже я говорила в прошлом стриме в Украине узаконена крипта, поэтому всем желающим помогать, да Кирилл делаем опрос, всем желающим помогать, как говорится криптов помощь, дабы не светить счета, если особенно вы находитесь где-то в Беларуси. Это первое. Значит второе, то, что кто-то в том числе не только на территории Евросоюза, но и где-то в Беларуси, с учетом того, что очень многие путец, эвакуации отрезаны, приютит украинцев, вынужденных спасаться от обстрелов и от войны, хоть в каком-то открытом направлении, как говорится, вам зачтется. А что там наша агрессивная мордуре, мордуре, скажем так. То, что там слетает с катушек окончательно. Дед, и это многие, кстати, высказывают это мнение, и я в него склонна верить. Он еще не знает всей правды. Ну, просто ему не докладывают. Они докладывают, потому что все очень просто. Помните, как там гонца, приносящего плохие вести, что с ним происходит? Но, если это будет понятно от другого гонца и правильно подано, то, собственно, первых, которые должны были донести, но не донесли, тоже выкосят. Поэтому, конечно, у российских генералов сегодня очень тяжелый выбор. Что же мы будем делать? Так, сейчас, Кирилл, я смотрю две секунды. Кирилл делает опрос, в котором первый пункт для нашей аудитории для меня непонятен. честно. Ну, если кто-то так думает. Ну, нет, Кирилл, извините. Давайте подумаем. Да, что-то у меня как-то... Работаем по-живому. Сорян, граждане. Так вот, Россия начинает уже грозить абсолютно всем, включая Боснию, которую она пригрозила украинским сценариям из-за ее возможности вступления в НАТО. И вообще для России мы помним НАТО как красная тряпка. И все, кто об этом заикнется, то есть уже прям без стеснения говорится, что постигнет судьба Украины. То есть Россия пугает, кто-то, возможно, делает вид, что пугается, но на самом деле особенно после того, что произошло за 22 дня, а сегодня 23 дня, 23 день войны сегодня в Украине, он развенчал абсолютно у, не знаю, последних сомневающихся слух о великой непобедимой российской армии. Самое интересное, что я понимаю, судя по тому, что происходит с каким темпом и как реагируют разные государства, в это действительно верили. Верили очень многие. Вот эта картинка страшной России, страшного Путина и непобедимой армии, она настолько была качественно создана, что никакая разведка не в состоянии не было ее скорее всего на вот таком вот прям широкомасштабном уровне понять. Кстати, Россия уже угрожает и Польше донатификацией, то есть вот она такая всем угрожает. В связи с чем, кстати, Великобритания размещает в Польше комплексы ПВО, с Кайсабра и 100 военнослужащих сообщил министр обороны королевства. То есть укрепляют грань. Ну, Польша хорошо, Польша в НАТО. А сама Польша, между прочим, уже заявила, что после 2022 года не будет закупать российский газ даже по сниженным ценам. Такой удар под дых. Так вот, продолжу с этими со всеми пужалками, которые выдают с восточной стороны умалишённые дед из Кремля. Есть, если вот посмотреть то, как меняется инфополе в разных странах, да вплоть до заголовков СИНН, мы понимаем, что до начала вторжения, о котором предупреждала разведка, о котором все знали, и украинская разведка про это тоже знала, было два варианта мнений, потому что мы понимаем, что когда речь идёт о каком-то противодействии, подготовке и так далее, всё равно существуют какие-то мнения, реально нападение или нереально. Значит, мнение было следующее. Если Россия нападает, однозначно всё просчитано, потому что Путин никогда не нападает, если не в состоянии победить в том виде, в каком ему нужно, а победить Украину ему нужно целиком. И второй вариант. Попугай это не нападёт, ну, просто потому что поймёт, что как бы бесполезно. Да, шантажировал, шантажировал и найдёт какой-нибудь там приличный, более или менее, какой-то там повод отползти. Кстати, у него и сейчас ещё есть повод отползти, правда, это будет такая себе история, потому что всё равно она додушит Россию за два года, точно до его следующих выборов. Но она есть, её по крайней мере можно придумать с учётом того, что мы сегодня наблюдали в Лужниках. И выглядеть она может, как всё, что делает российская пропаганда, абсолютно упорото, но съедобно для российского зрителя. То есть вот то, что сегодня в очередной раз в Лужниках ему продавали, смотрите, как счастливы жители Крыма, которые ей нашли в себе силы и пришли на референдум, и смотрите, как несчастливы жители всей остальной Украины, которых мы освобождаем, 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 и никак не можем освободить. Как можно продать отползание Путина сейчас? Очень просто. Вот смотрите, мы разрушили всё, что построили нацисты, как минимум, да? Вот смотрите, Украина не идёт в НАТО, мы этого добились, и неважно, что идёт Украина в НАТО, не идёт Украина в НАТО, это вот сто процентов не Россия решает. Более того, все разговоры сегодня, связанные и заявления Столтенберг, они говорят о том, что пока вообще речи о принятии Украины в НАТО не идёт, и это было раньше. То, что на конституционном уровне зафиксировано ещё при Петре Порошенко, что Украина идёт в Евросоюз и в НАТО, это её путь. Так это путь. говорит о том, чтобы Украина идёт к цивилизации, идёт к нормальной системе и обороны, и экономики, и гражданского уклада какого-то общества, и государственной системы, то, что называется демократия. И в конце концов никто вообще не отменял право малых союзов, в том числе и военных. Поэтому это можно только использовать как красную тряпку и как в очередной раз соврав российскому зрителю, зомбоящика, что вот если бы не мы, то Украина уже была бы в НАТО. А так вот, видите, в НАТО нет нациков погоняли, всё, что можно, разрушили из их инфраструктур, ну, нацистов, естественно, да, демилитаризация это ещё что? Это уничтожение военных предприятий. Это бомбёжки авиационного завода ремонтного, да, и то, что происходит сегодня. И вот мы такие молодцы. Всё, теперь можем про Украину не думать ещё лет 20, пока она будет восстанавливаться. Она нам не угрожает. Ну, что-то такое они могут продавать, если Путин отползёт сейчас, ну, вот, прямо в ближайшее время. Своё мнение по этому поводу, да, я уже высказывала, что тварей надо добивать, но это, знаете ли, не я решаю, и уж тем более есть кому про это думать. более значимым, знающим людям, которые берут на себя ответственность за принятие этих решений. Потому что, конечно же, сегодня первая, одна из самых главных проблем этой войны это гибель детей мирного населения, разрушение всего, что есть в Украине. это и обычные жилые кварталы, и больницы, и детские сады, и, естественно, производство. И вообще вся инфраструктура, они же лупасят по инфраструктуре. Я сейчас не буду перечислять всё, что уже уничтожено, то, что ущерб уже в районе вот тех самых 300 миллиардов долларов, которые заморожены, и отняты в данном случае у России. И время окончательной потери России этих денег наступит в ночь с 23 на 24 мая, по словам Юрия Швеца, которого моя аудитория тоже слушает и любит. Вот это такое. Это, как говорится, деньги на будущее, на восстановление, которые уже заявлены как компенсация Украине. но прежде чем заниматься в очередной раз строительством того, что разрушено, надо ещё сначала выгнать этих тварей с нашей территории, сделать так, чтобы они туда больше не сунулись. Никогда капслоком. Никогда. Это то, что в переговорах называется гарантией безопасности. Это то, что сегодня мы с вами обсуждать не будем, потому что я не являюсь военным экспертом и уж тем более членом переговорной группы, но я умею читать между строк и то, о чём говорят разные политики. И основной момент в сегодняшних переговорах, как вижу это я, проблемы этих переговоров, Украина не сделает ни шагу назад. Это однозначно. Понятно, что отношение к сторонам этой войны однозначно у всего мира, и сегодня это подтвердил Китай. Вы помните, что сегодня Байден разговаривал с Синьциньпинем. И Синьциньпинь сказал буквально следующее. Противостояние и война в Украине не выгодно ни одному человеку. мир и безопасность самые ценные сокровища международного сообщества. США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность. Вот так вот. В этом месте я, конечно, могу сказать, обещать не значит жениться, потому что бывает по-разному, да, и Китай это тоже такое себе. для данной ситуации это важное заявление, которое сделано публично. В отличие от Шольца, еще одно разочарование, так сказать, мы возлагали на него надежды, который призвал прекратить нападки на выходцев из России в Германию и назвал войну в России против Украины войной Путина, за которую несет ответственность только российский президент. Секундочку, граждане. Что-то я не видела в лесах и полях Украины Путина с ружом. Зато видела диверсантов, видела то, что русские оккупанты сделали с украинскими городами. Не Путин. Живые люди, артиллеристы, которые бомбили. видела сегодня в лужниках хренову тучу поддерживающих орков, которые аплодируют и воют от радости, глядя на своего упыря. Расскажите мне, пожалуйста, это не виноватые люди? Это люди, на которых не ложится ответственность за то, что в Украине гибнут дети? Тогда давайте назовем Вторую мировую войну Гитлера. А вообще немцы ни при чем. Нюрмянский процесс, он был такой странный очень. Это же были совершенно невиновные люди. Это же война Гитлера. Вот приблизительно такое же. Это что такое? Шульц там начал курить тоже, что курит Лукашенко? Или что? У меня очень много друзей в России было. Уже нет, даже с некоторыми боюсь общаться, но что я вижу? те, кто наши белорусы по каким-то причинам застрявшие там, они как раз все понимают. Вот им я советую бежать из этого Мордора как можно быстрее. А такие заявления Шульца в очередной раз только амнистируют преступления каждого за агрессию одного упыря и не только его, а всей его комарильи. когда до Путина дойдет, что война проиграна, и не как сегодня, когда еще есть шанс отползти, да, пойдут на него, не пойдут с этой стороны, потому что отползать-то надо из Крыма и из Донбасса. Уж ползать так со всего, чтобы не продолжать вот этот вот замороженный конфликт, который и так трепал нервы жизни и не только украинцев и лидеров каких-то политических направлений, но в принципе, да, ведь там в зоне урдло многих украинцев остались и родственники, и бизнесы, и недвижимости. Это очень длинная история. Я сейчас уже даже не говорю про жизнь. То есть отползать надо будет уже со всего. Так вот, если он не отползет, а будет окончательно разгромлен, а куда потянется костлявая ручонка? Уже сегодня звучат угрозы ядерного удара по Киеву. Спокойно. Никакого ядерного удара по Киеву не будет. По ряду причин, одна из которых, это, конечно же, техническое состояние и всего барахла, которое есть в России, это раз. Второе. есть разные варианты, которые разведка будет знать гораздо раньше и уничтожит. И третье. В конце концов, мы с вами понимаем, что человек, который исполнитель, должен что-то сделать, он в этот момент принимает решение самоубиться. И у него тоже где-то есть люди, любимые, родственники, я не знаю, дети и так далее. И вокруг Путина не все самоубийцы. Поэтому на 99,9 даже если такая возможность есть, то найти того, кто выполнит приказ, а это не один человек, вы должны понимать, а целая цепочка людей, где-то она разорвется. Поэтому пугать можно сколько угодно. Делайте вид, что пугаемся, кому-то выгодно. Но на этом все. Знаете, я тут еще для вас проанализировала битву за Байденов и за трампистов. Потому что разные, естественно, аналитики, в зависимости от того, они за Байденом или за Трампом, соответственно, определенным образом и анализируют ситуацию и поведение Америки в данном случае. И если мы края, а вы помните, что Иларионов, который был у меня совсем недавно в эфире, Андрей Николаевич, он у нас такой антибайденец. Так вот, если мы обрезаем какие-то совсем такие радикальные края и суждения и у тех, и у других, то по центру у них все равно мы найдем то общее, которое, например, меня не может не радовать. Какие бы ни были планы в данном случае у Америки, потому что кто-то в чем-то ее обвиняет, что она заманила Путина и отдала Украину на растерзание, то даже если так было, к примеру, согласимся, планы поменялись. И сейчас объясню, как это работает. Об этом, кстати, очень хороший был видос у Арестовича год четыре назад. Что такое вообще американская демократия, да, и как Америка принимает решение о какой-либо помощи, потому что есть такое, что частично, конечно же, Америка жандарм на нашей планете. А куда же деваться, когда ты одна из самых сильных супердержав. Китай, кстати, сегодня заявил, а давайте вместе, да, ну, если мы берем вот эту вот фразу, США и Китай, сказанную Синь Диньпинем, должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность, да, вот так вот. То есть, как бы Китай предложил, давайте вместе будем, жардар мерией. Я на Востоке, вы там у себя в демократическом мире. Хорошая, кстати, история. Знаете, почему хорошая? А я вам объясню. Потому что цивилизационная расщелина сегодня между авторитарным, восточным и свободным западным миром должна пройти по границе с Россией. Мы понимаем, да, Беларусь надо забирать сюда. Это однозначно. Как мы это сделаем? Фиг его знает. Правдами, неправдами, граждане, мы должны что-то придумать. Так вот, в демократическом мире здесь то, что есть Америка, это круто. Но кто-то же должен быть и там, чтобы не баловались. И вполне нормально, если вдруг там жандармом станет Китай. Пока так. Ну, с учетом того, что упоротых на восточной территории столько, простите, Америка со всеми не справится. Даже если бы хотела. Не говоря уже про то, что и вывод войск из Афганистана, он как раз очень хорошо укладывается в эту концепцию. Объясню, почему. Потому что если большинству жителей Афганистана демократия нахер не нужна, вложившая триллионы долларов Америка, на это дело смотрела, 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 причем вывод войск из Афганистана, я напомню, был начат еще администрацией Трампа, да, то есть вот этот путь к тому, чтобы там уже Афганистан разбирался сам по себе. И Байден просто продолжил эту политику. Не его это было решение и уж тем более не его идея. Так вот, если большинству не надо, и они продолжают воровать, заниматься коррупцией, и просто сидеть на шее американских солдат и на американском вооружении, то, собственно говоря, Америка абсолютно не обязана их там поддерживать у них порядок. И вот этот прокол в Афганистане с какой-то точки зрения Америка повторять не будет. И сейчас я попытаюсь донести до вас то, что для меня, например, последние дни очевидный ответ на вопрос, который я знала и до этого, но это просто имеет подтверждение. Почему так долго, почти три недели, ну, чуть меньше, две недели, была такая озабоченность, что аж все кушать не могли. И столько всяких заявлений, которые ни в коем случае не должны никак портить отношения с Россией. я сейчас не беру Израиль, хрен бы на него, я беру многие другие страны. И вдруг у нас тут и поставки вооружения в Украину, потому что ведь в Украине желающих воевать гораздо больше, чем оружие. И небо закрыть Украина может сама, только дайте ей чем, потому что частично есть, частично не. И в целом вот эта вся ситуация, которая резко даже начала меняться в СМИ, кстати, и американских, и китайских. Вы помните, я вам говорила, говорила я вам это неделю назад минимум, а может быть даже и больше, что в американском информационном поле заявление а-ля Fox News, которое нас всех взбудоражило, что как бы Путин захватит вообще Украину, в легенькую, что Украина нет шансов и так далее. В инфополе прям пестрило этим. Равно как и Китай держал очень четкую пророссийскую позицию. И вот только недавно все начало меняться в сторону Украины, я имею в виду и прогнозы, и даже как выглядят заголовки. Даже у СНН. Потому что мне периодически мои друзья из Америки присылают, чтобы я не искала, что там у СНН вышло на первую позицию по Украине, до последнего времени было все мега алармистично. то есть все было такое, все всему жопа, 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 все капец. А сейчас нет. Сейчас начали меняться заголовки. Сейчас начали китайские СМИ вести себя по-другому. Сейчас вместо озабоченности Украина уже начала получать прям вот совсем реальную поддержку. После чего? После того, как первая украинская армия доказала, что в отличие от российской они умеют воевать, а украинский народ, будучи даже в оккупации, доказал, что он будет воевать с оккупантами голыми руками. И это не просто картинки в телеграме, понимаете? То, что происходит внутри страны, в состоянии увидеть только до конца, масштаб осознать, только люди, находящиеся внутри страны, потому что когда вы где-то далеко, вы видите картинки правдивые, пропагандистские, пропаганда врагов, где-то передергивает и что-то там в том числе периодически публикует украинская сторона не официальный Киев, а то, что я, например, вижу тоже, кстати, последнюю неделю, ну, может быть, несколько дней, некоторые тут почувствовали, что война-то выигрывается, и тут только вопрос времени, да, ее окончания, то есть вариантов быть точно не может, и уже затеяли политическую борьбу, ну, потому что потом же победу надо будет делить, а она же одна на всех, особенно этим увлекаются те, кто не может заработать себе политических очков на победе. Зеленского они не пинают, нет, Зеленского сегодня из политиков будет пинать только самоубийца, они пинают его окружение, ну, окей, я думаю, что у украинцев, особенно прошедших, вот, очередное такое величайшее испытание на прочность, после победы хватит разобраться, кто патроны подавал, а кто бабки пилил, кто действительно рисковал жизнью, а кто пиарился на тех, кто рискует жизнью. Вы себе не представляете, как сегодня внутри это четко видно для всех. Опять же, вы помните, да, я всегда вам говорю, что у меня на первом месте моя страна, Беларусь, в том смысле, что даже на это, на эту всю ситуацию, я, имея белорусский паспорт, а не украинский, я буду все делать для Украины, все, что смогу. Но мой белорусский паспорт это то, что меня останавливает от, скажем так, вылезания в политическую борьбу Украины. Я не считаю себя в праве это делать. Но подсвечивать какие-то моменты, ну уж совсем упоротых, я безусловно буду, я это делала и раньше. Помните, да, я рассказывала, попал лысая жопа депутат Шевченко, жаль, Киеву выпустили и Медведчука проебали. Вот кого надо было в клетку посадить сразу же, так это эту скотину. Потому что это вот тоже тот упырь, который война на его совести в том числе, потому что это он гарантировал за бабки, которые ему были дадены и украдены, что украинцы будут встречать русских освободителей с цветами. Надо же было отчитаться. Я не удивлюсь, если сейчас он рассказывает сказки, он же где-то есть, я не знаю, в Ростове, в Подполье, еще где-то на каком-то заранее купленном острове, когда его найдут агенты Кремля, кто-то же его все равно найдет, или ЦРУ, или ФСБ. Он будет рассказывать про то, что если бы его не посадили за последние полгода, в последние полгода под домашний арест, все бы было хорошо. А мы, если с вами повернем голову, в последние полгода, которые были в политической жизни Украины до войны, вот война у нас, да, началась 24 февраля, отмотаем полгодика, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, как раз с сентября, когда Рада вернулась с каникул, когда был Димар Шаразумкова, когда пошли вот эти вот все межфракционные терки, кто-то откуда-то выходит, входит, пошли дичайшие наезды на Зеленского, и пошли эти разоблачения по Вагнергейту, потом это Пандора Бокс, как там она, да, потом постоянные, значит, угрозы переворота, потом там вот завтра нет, завтра нет, завтра мы не успеем очередной Майдан, через неделю очередной Майдан, в общем, тут инфополе стреляло, сверкало со всех сторон, все в украинском политическом инфополе было направлено на то, чтобы был бардак. Вы понимаете, что в данном случае я это вам рассказываю не для того, чтобы сказать, что кто-то вообще большой молодец, а кто-то ворох. Я вам говорю о том, что ситуация в Украине максимально расшатывалась прям вот всеми силами. И да, я абсолютно не удивлена, что часть денег на это потратил Медведчук. Часть. Вот. Остальное, конечно же, украл. Это понятно. Ну и возможно, это было только по одной простой причине, что молодая демократия в Украине пыталась в этой ситуации быть максимально травоядной. 24 февраля это закончилось. Травоядность. Равно как и закончились все эти упыри, которые пытались это сделать. Ну, те, которые явные. Неявных, я так понимаю, отловят после войны и начнут доказывать их вину. Страшно, конечно, то, что разрушается огромное количество предприятий, в которых были вложены деньги. Практически уничтожен завод Азовсталь. Он совсем недавно на нем, насколько я знаю, была закончена реконструкция. Но это все дело наживное. В том смысле, что отстраиваться и возвращаться к нормальной жизни после победы, Украина будет быстро. Я в этом практически не сомневаюсь. Кстати, еще пара слов о том, почему Украина да, а Россия нет. Помните, я вам рассказывала про Нобелевского лауреата? Новая газета, да? Помните? Как там его? Прости, Господи. Ой, наверное, уже и не стоит восстанавливать эту фамилию. Вот сотрудницы Первого канала Марине Овсяниковой хватило смелости выйти с плаката за спиной Екатерины Андреевой? А новой газете не хватило опубликовать эту картинку полностью. Плакат заблюрен, там нет надписи. Равно как и корреспондент новой газеты из Лужников сообщил, что президент РФ спокойно закончил мысль и ушел со сцены, невзирая на помехи. Ну так бывает. Мне почему-то казалось, что все-таки не будет такого страха и конформизма среди тех людей, которые всегда в России вроде как были адекватными. Но нет. Это какой-то выбор, который мне не совсем понятен, но окей. Иногда мне кажется, что из трех выборов, ну вот честно, два достойные того, чтобы их делать, третий нет. Причем есть один прям самый героический, самый героический, но в зависимости от определенных обстоятельств, конечно же, не самый продуктивный это остаться и сесть в тюрьму. второй выбор, он такой негероический, но продуктивный, это сесть уехать, чтобы до вас не дотянулись и продолжать работать. И третий негероический от слова совсем, но более того и не для меня неприемлемое для порядочных людей это встать на путь конформизма и потом сказать, ну что я могу сделать? Мне же надо было как-то продолжать работать в этой стране. У меня там дом, сад, огород, корово хозяйство? Или что? В общем, ладно, как говорится, на совести каждого. Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Так. Вы же помните, что Украина побеждает в войне. Вопрос времени жертвы всего остального. То, что меняется вот это отношение к Украине, то, что уже для всех очевидно, кто здесь Гарри Поттера, кто Волан-де-Морт, тоже мы понимаем. И дальше все остальное вопрос времени. Если кто-то ожидал дефолта вчера, позавчера, но он не случился в России, то это только потому, что из 300 миллиардов замороженных денег России было позволено выплатить 167, кажется, миллионов долговых обязательств, без которых бы дефолт случился. Там у них еще до 24 мая по-моему, 650 миллионов и 2 миллиарда, а дальше все. То есть крайняя точка дефолта, дефолта, да, мая, да. Но может и раньше. Тут в зависимости от того, как решит Америка. Переходим к вашим вопросам. Я не буду можно сегодня рассказывать и повторяться про, что будет происходить дальше в России, потому что это и так понятно. Каменный век не за горами. Да, там будет даже, наверное, какое-то подобие цивилизации каменного века. Да. Итак, ваши вопросы. Принц спрашивает, золупуты в Киеве есть? Есть. Золупуты есть везде, понимаете? И были, ну, во-первых, это очень маленький процент, а во-вторых, вы должны понимать, что состояние общества сегодня, во время войны, мы нервные капец просто. И до войны это немножко два разных состояния. То есть, если до войны какой-нибудь золупут, например, мог позволить прийти к нам на митинг, на наши акции, например, по воскресеньям, которые мы проводили белорусы в Киеве, и мы могли на него посмотреть и сказать, там, дядя или тетя, неважно, всякие были, иди отсюда, мешаешь работать. И мы их даже не били, если они на нас не кидались. То сегодня за это можно получить пулю. Прикиньте. Ну, от особо нервного украинца. Вот если сегодня выйти на Крещатик и сказать слава Путину, я думаю, что у кого-нибудь не дрогнет рука. Сорян, законы военного времени. Не надо было соваться в Украину. Здесь очень толерантно и очень демократично относились ко всем мнения. Я была гораздо не толерантнее украинцев. Гораздо. С поврежденной 20-м годом психикой, когда я слышала какие-то хвалебные оды Лукашенко, у меня рука тянулась за лопатой. А мне объясняли, Таня, у нас демократия, у нас тут свободу слова. Да, он упырь. Но мы не можем его за это никак ни к чему привлечь. Теперь за это можно получить пулю. Олбай. Татьяна, как обстановка в Киеве на этой неделе по сравнению с предыдущей? Под утро начали попадать одно попадание уже сколько? Три дня подряд, по-моему, да. Жертв практически больших нет, но они уже есть. Светошинский, район Подольский на Аболоне. частично наблюдала последствия, которые, знаете, вот в телефоне, в смартфоне смотришь, как горит, а дым уже видишь в реальном времени того, что горит. Ну, потому что между вами большой дом. много больших домов. Поэтому, конечно, обстановка нервная, и чем дальше, тем мы более нервные, подозрительные. Здесь гоняют диверсантов, здесь периодически слышны выстрелы, и очень недалеко они слышны, но что делать. Пушечного мяса русского сегодня здесь много. Кирилл, не только диверсантов, я не диверсант, у меня исправка есть. Кирилл, так вас же никто не полил. Ну, вас проверили и отпустили. А что делать? Я же говорю, нервные все. Тяжело очень, на лбу не написано. к сожалению, и хочется что-то дополнительно сделать, показать, снять. У меня что же тут постояло под дулами автомата? Руки угору, лицом к забору. Ну, что делать? Конечно, было бы обиднее, если бы там что-то разбили сгоряча. Там, не знаю, телефон, камеру. Ну, слава богу, украинцы по протоколам очень вежливо все делают, и такого нет, и вы спокойны. Тут уже скорее надо бдительных украинских граждан попасаться и издалека кричать спокойно, а еще лучше подойти к какому-нибудь офицеру или там солдату теробороны или нацгвардии, объяснить, кто ты, показать документ, показать там свои ресурсы, сказать, помоги мне, пожалуйста, вот я хочу снять вот это, это не является объектом, это не блокпост, я хочу записать видос, могу вам скажу? Могу, вот я последнее писала так. Ну, после того, как уже на меня там наставили дубальтовку. Вот, ну, пока так, что делать? То, что вы не можете поменять, как бы вам этого не хотелось, нужно учитывать. Поэтому так, вот, то, что касается снабжения в Киеве, все хорошо, у нас сухой закон, да, за сигаретами приходится побегать, особенно с учетом того, что я говорю очень, одну только вообще, марку, мне, конечно, тут в этом смысле трошечки сложно, но ничего, переживем. Продукты есть, аптеки работают, даже работают уже некоторые там кондитерские, небольшие кафешки, где-то включили очень дешевые, опять бахает, комплексные, сильно бахает, комплексные, очень дешевые обеды, чтобы люди могли прийти, для беженцев в том числе, да, поесть горячую еду, поэтому нормально все. Локек, знаете, вы желаете НАТО в хату, а многие не хотят ни НАТО, ни Рашку в хату от Кирилла, а теперь никто не хочет в НАТО, все хотят военный союз с Украиной. Смотрите, почему НАТО в хату? Это важный, кстати, момент, на котором бы я хотела остановиться. Альянс в том виде, в каком он есть, он достаточно мощная система сдерживания вот таких упырей, как Путин. И это та система, которая его раскрошит в капусту очень быстро. А что там он успеет тиснуть перед смертью? Вот в чем вопрос. И поэтому в некотором смысле все осторожничают. Хотя, с учетом всей ситуации, я думаю, скоро НАТО будет проситься в Украину. Союз с украинской армией. Само. Супер, Аня. Татьяна, скажите, пожалуйста, почему не отбивают Мариуполь? Смотрите, вот эта зона ОСА, вообще Мариуполь, вот это вот направление, оно сегодня самое тяжелое, туда кинули русские все, что можно. Его отбивают, его пытаются отбить. Русские не продвинулись дальше, чем зашли сразу. Вот десант, который высадился в Гастомеле в свое время, второй десант, как говорили, должен был высадиться на Печерском, но, видите, второго не случилось, первое уже практически вышибли. Есть очень тяжелые точки в Украине, которые русские вот с этого полномасштабного вторжения, куда они успели дать, но это точка. Это не как, чтобы вы понимали, да, разницу между военными действиями сегодня и, допустим, военными действиями там, во Вторую мировую. Это не захват всей территории, да, вот когда, если мы видим карту мира, ну, в смысле, карту Украины, да, вот эта территория захвачена. Нет. Это вот такие стрелочки, если вы смотрите на карты, где вот этот город, да, под ударом. Опять же, у Мариуполя нет пригородов. Это тоже важно понимать. То есть, к нему проще всего подойти. Это то, что а вы же понимаете, какое численное преимущество у русских, да, мне же не надо вам это объяснять, правда? То, что, то, куда успели дойти. И там же их остановили. И дальше их оттуда выпиздят, поверьте мне. Уже сегодня сообщили, что, по-моему, 30 городов освобождено, в которые там они попытались зайти. Да, Мариуполь в тяжелейшем состоянии. То, что творится в Мариуполе, это кошмар. Харьков тоже, в том числе, Чернигов под ударом. Ну, и наши здесь пригороды, Абуча-Гастоми-Лерпень. Их выкинут оттуда. Украинцы сражаются, украинцы отбрасывают, их пушечное мясо подвозят. Вот эти вот колонны орков все идут и идут. Прут в том числе с территории Беларуси. Я вам напомню, что с территории Беларуси через Чернобыльскую зону эти упыри зашли в Украину и подошли к пригородам Киева, где их, собственно, и остановили. Потому что до этого нет никаких населенных пунктов. Практически. Но это уже потом будем разбираться. поэтому это вопрос времени. К сожалению, так. У украинцев есть тот запас прочности, который у них был, который постоянно пополняется и будет пополняться. Сколько уже по данным погранкомитета? Сейчас вспомню. 340, по-моему, тысяч украинских мужчин вернулись в Украину. с момента начала российской агрессии. Часть из них, естественно, будет отстаивать свободу Украины с оружием в руках. Ну, и оружие у них в руках появится и появляется и будет появляться. С учетом того, сколько друзей Украины это оружие будут им поставлять. Так что сколько бы ни лез Путин сюда, все останутся в украинской земле из тех, кто не убежит. Я надеюсь, не будучи военным стратегом и понимая, что я не все могу говорить из того, что даже мы тут знаем, я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Тесс, сегодня на бересте ранится и зарос и у вечера чутны выбухи. Кажут в учении, мне сдается подрахтовка доактивных день и очень хотелось помыляться. И мне бы очень хотелось , чтобы вы помылялись. Мы ведаем две вещи, на которые мы не можем заплющить в очи. Речь первая. Путин вельми жадая, как Лукашенко официально дослав свое войско во Украину. Это ему не обходно, как я не веду. Червоная кнопка забыла, как по-белорусски. Кирилл, как кнопка по-белорусски, черт. червоная да и хрен бы с ней. Так вот, протягу это первое. И другое. Лукашенко никак не ожидает таким чином долучшаться до этой войны, потому что он ведает, что Путин уже здратник. Он уже здратник в этой войне. Он уже не николи не сможет перемогить. Это выдачно для всего мира. Даже для Китая, который сегодня заявил о том, чтобы поддерживать Россию. не будет. Иначе Китая было бы немного иншая заявка, понимая, что это такое Китай. Поэтому все остатное это только такие пытанки, на которые сегодня отказы нет. И еще вы должны знать, что у украинского боку есть свои рычаи тиску на белорусский бок. Есть. Не той час, ка по этому размовлять сегодня, але вы можете эту фразу оставить неде у себе в закладках. У украинского боку есть тиск и умовы до Лукашенко. Лукашенко тоже там трошки есть, но не Лукашенко выращая, что робить сегодня. Юлик Хост, спонсор канала «Два месяца». Добро пожаловать на уровень алкоголик. Добро пожаловать. Спасибо большое, Юлик Хост. Алла Ивановна хватает в Беларуси тех, что считает, что Россия вынуждена воевать, чтобы вернуть биполярный мир, ведь Украина под США, и все закончится, и будет хорошо, и они в это верят. Слушайте, ну упорных много. Украина под США это такая, да, любимый, любимый нарративчик, так же, как и русских, так же, как и у нас так все плохо, потому что нас никто не любит, но мы сильные и великие, мы сейчас справимся. Это уже набило оскомину, повторять это все. Понимаете, когда это еще делают и повторяют какие-то такие, ну пожилые, не обижайтесь, ради бога, у нас есть пенсионеры 97, где все хорошо с мозгами у людей. один из моих постоянных, скажем так, визави в переписке, потому что я не теряю контакты с землей, из моих друзей я имею, да, я со многими переписываюсь, очень четко обрисовал архетип такого человека, причем не важно сколько ему лет, вот этого вот, да, злупута, то, что мы с вами и так знали, ну вот даже если мы говорим там об армии, да, это вот такое из села без амбиции, без знаний, для которого самая большая радость это сортир не на улице, а еще, например, казенная одежда и пайка и на увольнительном там можно еще как-то и девушку снять, ну, то есть люди, которым армия, ментовка последние десятилетия, туда кто шли, а куда больше не брали, двоечники, люди без амбиции, которые понимали, что они сами ни на что не способны, и только благодаря вот этому приспособленчеству, да, они каким-то образом смогут устроить свою жизнь, крышу над головой, квартирку же обещают, ну, вот такое. Это рабское мышление, это отсутствие вообще понимания, что мир не заканчивается за кольцом деревни. И в России таких в разы больше, чем в Беларуси. Все-таки Беларусь более европейская страна, более цивилизованная, у нас больше процента общества покатался уже по заграницам. Вы же не путайте, когда в советское время, там, грубо говоря, в военные училища был конкурс, были и такие, особенно в командные, да, и так далее. Вы сейчас понимаете, что с тех пор все очень сильно поменялось. Поэтому они и верят. А что им надо? Посмотрите на лица людей, которые участвуют иногда вот в этих золупутинских опросах. А что вы будете делать, если отключат интернет? А я ему не пользуюсь. Вот так. Или там, о, нашим детям будет лучше, не будут сидеть в гайных ваших интернетах. Close mind. Запоребрик. Вот туда. Вот. Железный занавес опустить и не хай там все гниют. Простите. Главное, чтобы все более или менее приличные успели выехать. Ukrainian spy. Когда Арестовича пригласить? Слушайте, ну, я человек совестливый, да, Алексей был у меня в эфире не раз, когда он был посвободнее, когда у него было время, сегодня его рвут СМИ с мировым именем. У Фейгина, у Арестовича, вот просто давайте по-честному, да, у Фейгина, у Арестовича, который приходит ему каждый вечер, смотрите его там, там буквально на 20 минут, которые 20-25, которые Алексей может найти, только в момент просмотра, ну, в смысле, прямого эфира, там под 100 тысяч зрителей. И давайте будем честны, на кого лучше потратить время Арестовичу, на меня или на Фейгина? Да, нас здесь там под 50 тысяч смотрят нас, ну, там, я имею в виду нас с вами в эфире, сколько сейчас? Под 2 тысячи, иногда больше. Это даже не те 4-5 тысячи, которые мы набирали всегда на просмотрах во время нашей революции в Беларуси. О, 2,5 тысячи, да, спасибо большое, что смотрите, не забывайте ставить лайки и подписываться. Я сейчас никого не хочу обвинить, я просто говорю, как есть, и это просто нужно понимать. Не потому, что я не хочу пригласить Арестовича. Я по нему уже соскучилась, потому что делать интервью и эфиры с Алексеем сплошное удовольствие. Но я понимаю, что ему сейчас продуктивнее сходить к более раскрученным авторам, да, Ютуба. и это будет правильно. И к мировым СМИ в Китае, в Америке, в Европе, где там он еще шастает сегодня. Не говоря уже про там все остальное, чем он занят. Вот поэтому будет время, он придет. Я ему написала, мы с ним про это договорились, в том смысле, как появится время, он обязательно появится. Он совершенно шикарное выпустил видео, и спасибо ему большое, что он поблагодарил белорусов за то, как мы качественно умеем делать рельсовую войну, и призвал к этому украинцев. Ну, красавчик, красавчик. Кстати, про рельсовые волны хорошо, что спросили про Арестовича. Граждане белорусы, вы себе не представляете, какое огромное значение для скорости падения всех наших режимов, и ваших, и тех, ну, нашего-то понятно, да, паровозом, но я имею в виду и для полностью разгромленной армии Путина здесь, какое огромное значение имеет рельсовая война. Потому что, вот, когда летают самолеты из Калининграда, в Псков, вчера как раз, да, было несколько рельсов, когда подвозят в Псков вооружение, там, то барахло, которое в Калининграде, которого было немерено перед войной, плюс, значит, пушечное мясо, его самолетом допрут до Пскова, а дальше все это будут грузить на платформы, да, на поезда, и уже это поедет на войну с Украиной. Поэтому делать так, чтобы оно не доехало, а мы с вами не можем взрывать их самолеты, к сожалению, пока они летят. Но чтобы не доехало, это только рельсовая война. Поэтому я призываю всех, ребята, уничтожайте железнодорожные пути, как хотите, растяжками, вот я помню, мы ж умеем, да. Вот рельсовая война, это сегодня для партизан первая задача. Все везде. Виктория. Татьяна, вы общаетесь еще с фрау Мартой? Если да, то что нового? Все, что новое есть от фрау Марты, я из того, что могу сказать или выложить, я делаю. Фрау Марта просила передать, что все будет хорошо, ядерной войны не будет, Путину сломают хребет, все сдохнут плохие, все хорошие останутся. Нет. Не все плохие сдохнут, не все хорошие останутся. Будут потери, будут жертвы, будет еще много сюрпризов, которые нас с вами ждут. И вот этот вот счастливый конец, счастливый день победы и дальше это пока не обозначенная дата, кто бы что не говорил. Потому что, опять же, что считать днем победы? Капитуляцию России, которая пишет про «Я Россия была, не права, капитулировала, обещаю возместить ущерб». Или что? Или промежуточные какие-то там очередные акты о прекращении огня. Что? Или отлет Путина в мир иной. То есть, вот тут, смотря, что считать победой. Поэтому единственное, что я вам могу сказать, с учетом того, что все равно очень много подводных течений, все будет хорошо. Наша с вами задача не истерить, не паниковать. Каждый в очередной раз делает, что может, для того, чтобы упырей на этом свете осталось все меньше, а свободных граждан все больше. Про рельсовую войну я вам уже доложила. Восек один. Ебатьки уже почувствовали на себе зарплату в 500-600 рублей, недовольные, и в рашку смысла уже нет ехать работать, и Европа для них закрыта, паника. Ну, я не знаю, паника или нет у ебатик, потому что у меня, например, разные есть люди в Фейсбуке, за которыми я наблюдаю. О, в прошлый раз стрим обошелся без сирен, а в этот нет. Так вот, есть разные, за которыми я наблюдаю, и не ебатьки в том числе. Я не могу сказать, что я у всех наблюдаю панику, боль, разочарование. В ком-то разочарованная я, особенно в некоторых вообще. Я же говорю, я поэтому так в последнее время мало пишу в Фейсбуке. Но мы же не забываем, что жизнь это еще не соцсети, ну, не все соцсети. Нельзя складывать, ну, нельзя, чтобы мнение складывалось только по какой-то своей группе в соцсетях. Все гораздо шире, сложнее и, как мне кажется, исходя из того, что я знаю с земли именно из Беларуси, и мы должны это с вами понимать сегодня, очень многие люди предпочли оставить активную деятельность, потому что просто не выдерживают. не выдерживают репрессий, не выдерживают уровня напряжения, когда каждый день за вами могут прийти. Спасибо тем, кто при этом еще не говорит о том, что хрен с ним будем продолжать жить, слава Лукашенко. А спасение страны какими-то другими силами оно не может происходить без воли народа. Сегодня воля народа в Беларуси подавлена. К сожалению. Алька. На Беларусь Калии возмущаются, нет работы, нет зарплаты, а когда предлагали бастовать, слабо было. Ну, мы можем еще раз это проговорить. Мы это говорили, когда 26-го, когда был объявлен ультиматум, никто не вышел. Ну, в том виде, в каком. Нужно было это сделать. Всего лишь две недели дома посидеть. Всем. Но этого не произошло. Есть объективные причины, в том числе, потому что забастовка в августе шла масштабно. Она была подавлена. Сейчас не будем разбираться, кто виноват, потому что мы действительно не были готовы к этому ко всему. но мы говорили давно и постоянно повторяли о том, что независимо от того, будете вы восставать или нет, работу вы потеряете. Вы можете не выйти на забастовку. Забастовка выйдет на вас в тот момент, когда все наебнется. А я это говорила давно и постоянно повторяла. Александр Алексеевич или Алексеевич. В зависимости от того, это фамилия или отчество. В Мордоре самой молодой ракете стратегического назначения более 30 лет. Они все советские. При Путлере ничего не создано, все украдено. Половина уже и не взлетит, все заржавело. Да, это правда и это не вот это. Это то, что как бы для многих стало очевидно. Что-то взлетит, но из 10 ракет там хорошо, если взлетела там одна-две. Это не украинская армия, которая 112 раз выстрелила из дживелинов и 100 раз попала. Поэтому в очередной раз про слухи о мощи российской армии. Алексей Лапицкий. Скоро белорусские паспорта отойдут в небытие, когда признают РБ временно оккупированной территории. Будем бомжевать, как в фильме «Терминал». То, что это случится, я говорила давно, у нас у всех с вами есть шансы бомжевать. Но в конце концов есть Женевский паспорт, то есть граждане, пока у нас с вами есть официальный представитель, будем на связи с ним, со штабом и будем решать как-то эти вопросы. Белорусский паспорт сегодня это такое себе, к сожалению. Хотя я надеюсь, что это очень временное явление. Джули Джи. Мне кажется, что патиноиды пытались разжечь гражданскую войну в Украине и Беларуси, а в результате она начнется именно в РФ. Как они за сахар дерутся, скоро резать за запчасти друг друга начнут. Да? Да вот даже не поспоришь. На самом деле патиноиды действительно были очень заинтересованы разжечь гражданскую войну и в Украине и в Беларуси. Я вам сейчас напомню, что до определенного момента, сейчас не вспомню дату, до случая с вагнеровцами, наверное, у Лукашенко была очень антироссийская риторика. И он кричал, что Бабарико, Тихановский, Цепкало, это все российские агенты и они сюда засланы, чтобы гражданская война, чтобы нашей территории не стало. Слушайте, на самом деле может так оно и было. Я сейчас говорю не про то, что именно эти люди засланы, а про то, что Лукашенко в это искренне верил, потому что он понимал, что Россия в этом заинтересована. Путин же у нас собиратель русских сукоземель по старому совковому принципу в границах СССР и стран Варшавского договора. Это я уже для Европы, потому что на Украине и Беларуси он не остановится. И для Путина было весьма удобно, что в Беларуси начались беспорядки, под шумок вводим войско свое, русское. Дальше в Украине и тоже. Но только не получилось ни там, ни там. И в итоге одна страна осталась под упырем, а теперь все равно оккупирована, но уже латентно. А во второй война. Татьяна, добрый вечер. Свет спрашивает. Добрый вечер. Еще раз прочтите, пожалуйста, мою просьбу. я недавно узнала, что украинские дальнобойщики в ЕС угрожают белорусским, вынуждая их уволиться. Так вот, обратитесь к ним, чтобы ехали воевать. А, белорусские дальнобойщики? Вы знаете, господа белорусские дальнобойщики, так как у меня есть пара разного уровня знакомых в вашей среде, я очень хорошо знаю, сколько вы зарабатываете, как вы работаете, вашу логистику, ваши возможности, насколько в принципе вы сыто живете, если вы ответственный человек, который не уходит в запой и смотрит за машиной. это если белорусские дальнобойщики, я тут не совсем понятный вопрос, поэтому я для всех отвечу, дальнобойщиков. так вот, в целом, с учетом падания железного занавеса, ваши маршруты ограничатся Россией. Насколько вам это будет приносить те же деньги? Вряд ли. Ну, просто, потому что не будет таких объемов. Во-первых, большая часть из вас останется без работы, машины ваши останутся без запчастей. Да и вообще, в принципе, вас ждет все то же самое, что и те, кто сегодня рассказывает вам о Великой России и Свободной Беларуси. Свободной Беларуси. Поэтому единственное, правильный ваш выбор, если у вас хватает смелости, это скидывать свои машины. Ну, вам же надо будет их продать, если это ваши. А дальше уже по тому, на что вы способны. Можете ехать в Украину, воевать за наши обе страны, можете рельсы портить, ну, тут вы сами забираете, можете дома на забастовку садиться, не знаю. Ваше будущее, если все останется так, предопределено. А то, что хейт сегодня на беларусов идет по всему миру, это так. И, естественно, украинские, чем заняты украинские дальнобойщики, если вы имели в виду, что украинские дальнобойщики не должны кошмарить белорусские, а хай лучше на войну идут. Первое, правительство Украины призвало и правильно сделало, что там, в той части Украины, где нет военных действий, пожалуйста, давайте экономика продолжит работать. Открывайтесь, работайте. А, собственно, логистика и ту роль, которую в экономике выполняют дальнобойщики, она является частью. Поэтому давайте в этом смысле мы не будем решать за украинцев, а они участвуют в войне или деньги зарабатывают, в том числе, чтобы помогать военных. Тем более, что очень много идет гуманитарных грузов, которые потом уже развозятся по другим регионам. Это первое. Второе. Ну, а если кто-то решит из них пойти на войну, в Тараборону или еще куда-то, это будет их решение. И уж точно не белорусам их учить. Да фахаха, да джихаджи. Вот, люблю я такие. Ники, тренируем дикцию. Татьяна, как вы считаете, за сколько времени россияне опустошат прилавки белорусских магазинов? Быстро. Их больше. Их тупо больше. А вы помните, что сняты ограничения на границе между Белоруссией и Россией? В каком-то смысле я посмотрела, порадовался бизнес такой, ура-ура. ну-ну. Сколько дать времени? Недельку максимум, как мне кажется. Ну, вы понимаете, да, сколько вас, нас и сколько их. А у них там уже все. Особенно то, что касается импорта. Джули Джи. Как думаете, участь военнопленных РФ, которые танки вернутся на родину, это участь Чичко? Слушайте, ну, Чичко это отдельный отморозок. Повесился, и, как говорится, земля стекловатой. У меня нет в данном случае никаких, ну, в смысле, скорее, конечно, его повесили, такие упори сами не вешаются, просто его отработали и, соответственно, выкинули. Потому что Чичко один из главных свидетелей для любого трибунала. И, естественно, Чичко для того, чтобы каким-то образом избежать наказания, будет петь, как соловей. Поэтому проще его убрать, как всегда делала ГБ, ФСБ и прочее. А что, парень, не знал, на что шел? Хапнуть решил небо в алмазах за счет своей страны и предательства? Ну, ай. Я не знаю, что будет с военнопленными Россия, если по сталинскому принципу, то в лагеря, конечно, да. Жаль, что там у нас? Бам построен. Что там можно в России построить? Еще. Руками зэков. Валерий Кулевец. Когда по базам Рашки и Беларуси жахнут? Когда разберутся с местными орками? Сразу жахнут. Я так думаю. Энер. Таня, есть ли предатели среди украинцев? Как их вычисляют и что с ними делают? Есть, конечно. Сегодня прям все ноги стоптали. Пока предатели ловят, об этом пишут телеграм-каналы, их, конечно, немного. то есть, те предатели, которые предатели, их, которые были понятно, что они предатели, те, которые топили здесь за золопутинское будущее Украины, они все разбежались по углам, кого-то поймали, кого-то как бы призвали к ответу. Ну, просто дебилам-то что? Их, конечно, не уничтожают, но есть же те, которые были проплачены и организовывали все, поэтому с ними разбираются. Ну, я не могу сказать, что это массово, потому что то, что мы видим в сводках и везде, ну, да, как везде всегда найдутся какие-то козлы. Но мы видим, что русским даже некого взять, чтобы какой-нибудь фильмец снять. Каждый раз, когда я смотрю какой-то ролик, а я отслеживаю все информационные поля российские, в том числе, о том, как какая-нибудь бабка встречает русского солдата с дедом с цветами, с обнимашками, мне такое ощущение, что это в Саратове где-то снято, то есть, ну, ладно. Как говорится, флагом в руки. Что с ними делают? Что с ними делают? Большинство сажают. Если кто особо нервный, могут и шмальнуть. По крайней мере, диверсантов уничтожают жестко. В пленных многих не берут. Семен Янкелев. Лукашенко ждет, когда Пуэло совсем ослабнет и вонзит ему нож в спину. Потом скажет, что все время был против войны, а украинцы соседи от Бога, но Коля был в заложниках в Москве, и он так себя вел. Да, такая версия. Мы же помним, да, что этот долбодятел все время жопой на сковородке, и у него постоянно находилось что-то, что позволяло ему удержаться на плаву. Вот эти вот все прохладные истории, они могут ему три пожизненных или там четыре года расстрела скостить до двух пожизненных и трех лет расстрела. А дальше пусть рассказывает все, что хочешь. Бороборух. Спонсор нашего канала «Шесть месяцев». А я столкнулся с тем, что все мои массово поддерживали протест 20-го, а как касается темы войны, вроде как и я Путьки, как такое может быть? Как такое может быть? Значит, так поддерживали протесты 20-го. Вы знаете, ведь в Беларуси выросла целая часть какая-то людей, которые Лукашенко всегда воспринимали упырем, а Вову Путина таким, по сравнению с Лукашенко мудрым политиком. По поводу Вовы Лукашенко многие ошибались. Господи, Вова Лукашенко, все. Оговорочка по Фрейду. Коллективный пацан, не просто оговорочка по Фрейду, Вова Лукашенко или Саша Путин. Это же одно целое. Ничем не отличаются на самом деле. Просто этот один поупороте и ударяет по словам с плохим колхозным произношением. А второй такой же упоротый, но только маскировался долго и говорит более грамотно. на этом разница заканчивается. Поэтому это все та же недальновидность, это все тоже восприятие русского мира, не понимая вообще, что это такое. Ведь смотрите, в Бота сегодня прилетело, мне прям очень понравилось суждение, я его не публиковала в канале, потому что ну там надо его дорабатывать немножко, пообщаться наверное с этим товарищем. Нет, сегодня такой тоже денек, не самый легкий. Так вот, системного образовательного процесса, почему Лукашенко и Путин мудачье на массовую аудиторию Беларуси 26 лет не было. Не потому, что кто-то не хотел, а потому, что не было возможности. Как только кто-то появлялся, его сразу уничтожали. И вот этот наш подписчик, написавший в бот, он сказал, что как бы оппозиция не научила белорусский народ разбираться, почему сюда нужно кричать гоньба и почему вот это. И вот это вина оппозиции. Оппозицию системную можно обвинять в том, в чем угодно, но только не в этом, потому что а какие у него были возможности с учетом того, как уничтожалось моментально вот все, что прорывалось. Ну, значит, это надо будет делать сейчас, чтобы не было вот этих ебутик, понимаете, которые против Лукашенко, но за Путина. Как? Это же одно и то же. Влад А. Молчать не выход. Я вон по заводу бегаю, всем все говорю, уже охрип. Сильно мозг промыт у пролетариата. Да, Влад, все правильно. Спасибо, что бегаете по заводу и спасибо, что всем говорите. Свет в окне. Рельсы уже усиленно ОМОН охраняет. После выхода видео байпола обосрались, знатно побежали охранять. И шо? сложнее задача. Но это же лес. Белорусы должны вспомнить свои партизанские корни. В лесу деревья помогают, особенно местным. И сотрудникам, которые знают, какую кнопку надо поджечь. Это же ОМОН. Это же дебилы. Они только стадом на велосипедиста нападать могут. Катерина Шай. Сегодня позвонили из Москвы, запросили бумагу А4 Снегурочка, производимую в РФ. Г. Все, да, Снегурочка у них тоже закончила. Знаю эту бумагу. Возвращайте взад. Что-то мне это напоминает. Зенэкзет. Татьяна, если они все-таки скооперируются со странами Третьего мира и будем жить как в Афгане, но они при этом будут держаться у власти, будет ли это означать поражение западного мира от русского? Нет, это будет означать освобождение западного мира от русского. Потому что только народ, русский народ, российский, народ, который находится внутри этого мордора, должен решать, как ему жить. Если их устраивает их упоротый вождь, и они аплодируют войне с Украиной, и не надо мне рассказывать, что там концлагерь, в Беларуси тоже был концлагерь, что-что, а легитимизацию у этого козла белорусы забрали. Да, с жертвами, но мы это сделали, а русские даже не пытаются. У них абсолютно легитимный президент. Жирите ложками. Ходите на службу и на стадион Лужники. Бобер 844. Спонсор нашего канала 2 месяца. Татьяна, как считаете, возвращаться ли на работу в Москву через 2 недели? Нет. Мой ответ нет. Не через 2 недели, никогда. Что будет там происходить, это, слава Богу, не на нашей совести, мы к этому руку не прикладывали, да, как у нас любят говорить некоторые. Ну, а я бы хотела, чтобы моя рука была к этому приложена, была. ВСО вернули более 30 населенных пунктов под свой контроль вблизи Киева, а на некоторых направлениях удалось отбросить войска противника на 70 километров от столицы, сообщил президент Владимир Зеленский. Чтобы вы понимали, Буча, ну, вообще, вот это все направление, Буча-Гастомель-Рпень, начинается с Гастомеля, до которого всего ничего. Ну, уж точно, не 70 километров, я имею в виду от Киева, гораздо меньше. Да, прислали мне, вижу, завтрашнего дня спецназ, прям спецназ, ух ты, военная часть 32-14 будет патрулировать железнодорожные пути в Брестской и Гомельской областях. Спецназ. Сообщи-то, что патрули будут ходить в гражданской одежде, при себе иметь оружие и рации GPS-трекера МИМ. Проживание планируется в палатках недалеко от железнодорожной инфраструктуры. Это у нас где? Беларусь головного мозга. Угу. Угу. Ну что ж, тем интереснее игра. А зачем туда ходить? Есть же дрончики там всякое. Можно придумать. Слушайте, ну вот правда, но мы же белорусы, мы же настолько были креативные всегда. У нас айтишников, вагон. Слушайте, ну давайте уже придумаем, как повредить железнодорожные пути, не подходя к ним. Что там у нас есть летательные какие-нибудь, дроны, еще что-то. Ну есть же какие-то варианты. Ну вспоминаем буслов, которых, когда там, на что там у нас сбрасывали канистры, на крышу дома ОМОНовского или еще что-то. Фигня все это. Ну в смысле не фигня, они молодцы, но не это главное. Давайте, пацаны, спецоперацию. Если вы можете, чего я вас учить буду? Бора Борох, спонсор канала 12 месяцев на Узровне Тунеядец. Усе буде Украина, а за ней заживе Беларусь. Заживе Беларусь. Да, заживем, так сказать, когда-нибудь. Я надеюсь, что я ответила на все вопросы. Да, на все вопросы я ответила. Все новости вам вроде рассказала. Ничего мега плохого за сегодня не случилось. Никакой зрады не произошло и не произойдет. Забыла предупредить вас в самом начале стрима, что периодически у нас тут предупреждают о провокациях с российской стороны. Сегодня было очередное предупреждение о том, что может пропадать связь. И, соответственно, если я вдруг раптом зникну у вас из компьютера, то это ну, не пугайтесь. Вот. Но, как видите, в Минске уже 22 38, здесь у нас в Киеве 21 38, связь до сих пор есть. Причем, судя по тому, что у нас не прерывается сигнал, связь хорошая. Вот. такие дела. Ну что, друзья мои, я надеюсь, смогла поделиться с вами частью своих мыслей, эмоций. И надеюсь, что мы с вами увидимся в ближайшее время, через день, через два, как получится. Может быть, завтра. В зависимости от того, как будут развиваться события. Поэтому это важно в первую очередь. Но мы же на войне, поэтому никогда нельзя планировать дальше, чем на сутки. По крайней мере, у нас тут, в Киеве. Давайте. Всех обнимаю. Слава Украине. Многим мне нравится, но я очень хочу, чтобы жила Беларусь на этой стороне. Поэтому живи, Беларусь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин